Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения, что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение. Они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 1923 года, вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но, тем не менее. Но если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах часть его территории. Но, определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения, но совершила так качественные изменения своей позиции. После этого на одну из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну, вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит, ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться о их статусе на двухсторонней основе. Ну, а премьер Пашинян подтвердил, говорит, да, вам нужно теперь договаривать на двухсторонней основе. То есть Карабах ушел. Можно что угодно говорить об этом статусе. Но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Все. Армения его решила. Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну, а нам-то что делать?